Привет всем, с вами снова Ричи и в этом уроке я научу вас создавать свои стили текста, шрифта, нет, не шрифта, а определённый стиль текста. Сейчас вы, наверное, поржёте и скажете, а зачем мы и так это знаем? Напоминаю, это серия уроков «А как для новичков?». И плюс ко всему, недавно я начала замечать, что именно новички, кстати, используют готовые стили сда, то бишь девиантарта, вот это вот жирные обводки, глиттеров. Я сидела и думала, неужели такие люди ещё и, в принципе, не вымерли, кто их использует, поэтому это меня сподвигло на создание такого урока. Итак, для начала мы пишем наш собственный текст, что мы хочем написать, хочем, господи, какая безграмотная, что хотим написать. Сейчас меняем обязательно шрифт, нет, не обязательно, но я поменяю, чтобы лучше было видно. Ладно, возьмём по стандарту интро. Теперь, я-то думаю, что за речи ом. Да, всё понятно. Итак, теперь нажимаем два раза на слой с нашим текстом и, в принципе, начинаем работать. Хотя можно и залить, в принципе, для начала по стандарту цвет шрифта, чтобы было удобнее, хотя и на белый некоторые делают. Давайте с вами создадим что-нибудь в голубоватых оттенках. Зима, нынче у нас морозец, поэтому давайте по зимнему стандарту. Итак, первое. Это у нас, по-моему, здесь идёт тиснение, если не ошибаюсь. Тиснение можете использовать... Ой, какое уродское это. Как я давно сюда не заходила. Итак, ладно, окей, я оставляю тиснение. Здесь у нас, значит, контур. Контур, в принципе, контуром вот этой вот текстуры я вообще очень редко пользуюсь. Я даже не знаю, я предпочитаю обычно какие-то классические стили, и если вы слышите шум на заднем фоне, это мой кот пытается выбраться из комнаты. И не спрашивайте даже, что он там делает, почему я его там заперла. Итак, тут у нас идёт обводка, это всё по стандарту, нам обводка здесь не нужна, она будет лишней. Потом свечение или даже тень, shadow, тень, inner, а, это внутренняя тень, точно. Внутреннюю тень, здесь мы ставим свои параметры, в принципе, которые больше голубым таким оттенком, чуть-чуть потемнее. Inner glow, это свечение внутреннее, внутреннее свечение можете поставить, можете не ставить. В принципе, здесь очень много, ребят, настроек. Вот, кстати, например, чтобы сделать светящийся текст, очень много у меня таких вопросов приходило, типа, ой, а как сделать такой, типа, неоновый, там, тыры-пыры, я не знаю, зачем люди его используют до сих пор, хотя неоновый цвет, вообще текст и стиль выглядят очень классно на тёмных работах каких-то, где там такое прям свечение-свечение, прям вау. В общем, да, зашибись объяснила, надеюсь, вы меня поняли. Опасити, это у нас непрозрачность, я непрозрачность чуть-чуть уменьшаю. Дроп, шадоу, соответственно, тень. Color, overlay, это у нас заливка цветом, в принципе, я это тоже не использую. Можно добавить градиент, градиент у меня здесь из своей коллекции, которую я делала когда-то, градиенты, посмотрим, как они будут выглядеть. Здесь на умножение, о, на умножение очень прикольно смотрится, уменьшаем непрозрачность. Вообще, люди, в общем, экспериментируйте, фантазируйте с настройками, здесь их очень много, работайте, играйте вот с этими ползунками со всеми, смотрите, какой эффект они вам дают. Но всё же, как создать свой стиль? Мы его, в принципе, уже создали, главное, не забывайте нажимать new style, новый стиль. Новый стиль, задаем ему имя, любое, и нажимаем мог. Так, теперь новички спросят, а где нам его искать? А искать вы его будете в панели, в принципе, инструментов, точнее, ой, не инструментов, а где у нас вот это слои, рабочая панель, в категории стили. И он всегда будет у вас вот здесь вот последним, то бишь он не где-нибудь в середине, не где-нибудь в начале, а именно вот здесь вот последним. Если вы создадите новый стиль, он опять-таки будет после голубого уже последним. В общем, я надеюсь, я понятно, доступно объяснила, особенно новичкам, как создать свой собственный стиль. И, в общем-то, на этом всё, наверное, удачи, всем пока, до скорой встречи, и, возможно, даже уже до скорой, точнее, до следующей субботы, когда появится новое видео. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok